Три омских пловца выступят в финале седьмой летней спартакиады учащихся России. Наша команда успешно стартовала в отборочных соревнованиях Сибирского федерального округа. Слово Владимиру Истомину. Блестяще выступили два юных омских пловца Мартин Малютин и Александр Рябушкин. Спортсмены завоевали по две медали с благородным напылением. В первый день серебро, сегодня ребята выиграли главные награды соревнования. Малютин лидировал с первых метров и победил на дистанции 200 метров вольным стилем. Рябушкин проявил и мастерство, и волевые качества. Два отрезка заплыва комплексом на 400 метров, а мяч вел упорный спор с соперниками из Новосибирска и Красноярска. На брасе вырвался вперед, в кроли увеличил свое преимущество, выиграл с отрывом. Мы с тренером все это вместе отрабатывали, не только какой-то отдельный стиль. Все стили были отработаны на тренировке, и все было отработано, правильный расклад дистанции. Ну, за счет этого, наверное, я выиграл. Третью золотую медаль выиграл Игорь Троян. Он победил на самой длинной дистанции, полторы тысячи метров, вольным стилем. Два серебра у Ильи Иванилова. Спортсмен финишировал вторым в заплывах на 50 и 200 метров на спине, близок к тому, чтобы завоевать путевку в финал. В споре девушек у наших спортсменок пока две бронзовые награды. Татьяна Душеба финишировала третий в заплыве на 200 метров баттерфлеем. Юлия Гурова выиграла бронзу на такой же дистанции брасом. Я люблю брас за то, что я чувствую воду, меня выталкивает. Мы с тренером разложили, чтобы я последние полтинники плыла максимально быстро. Я заняла третье место и постараюсь на России еще больше выложиться, чтобы занять первое место. В субботу третий день соревнований. По словам главного тренера нашей команды Валерия Бачина, все омские спортсмены будут плыть на максимальные результаты. У наших пловцов есть небольшое преимущество. Большинство стартов будут на дальней дистанции от 200 метров. Хорошая функциональная подготовка – сильная сторона омских спортсменов. Мы становимся призерами соревнований не только на спинтерских дистанциях, а на самых таких дистанциях, где важны функциональные качества – от 200 до 1500 метров. И на них как раз ребята наши занимают призовые места, которые говорят о хорошей функциональной базовой подготовке и позволяют надеяться, что они в будущем будут прогрессировать. Решающие старты спартакиада учащихся пройдут в июле в Ростове-на-Дону. Владимир Стомин, Даниил Паршин, Антенна-7.